Добрый день на телеканале НИК ТВ новости в студии Екатерина Киселева. Смотрите в этом выпуске. Добрый день на телеканале НИК ТВ новости. Сейчас она составляет 13%. По словам руководителя Сбербанка, средняя ставка по ипотеке повысится на 2%. И даже при таком раскладе они будут нести убытки. Как отмечают в столичных агентствах недвижимости, некоторые банки, в основном небольшие, сразу после повышения ставки Центробанком вообще перестали выдавать ипотечные кредиты. Причем даже те, которые уже были одобрены. Премьер России Дмитрий Медведев постановил выделить в 2015 году средства на выплаты подъемных врачам, которые переехали работать на село. Для получения денег специалисты с высшим образованием в возрасте до 45 лет должны заключить договор с местными властями. Условия проработать с не менее 5 лет на новом месте. Половину денег заплатят сами регионы. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР готова поддержать Россию с помощью юаня в рамках возможностей страны. КНР верит, что Россия обладает возможностями и мудростью, чтобы выйти из экономических затруднений, цитирует его China Daily. Россия может обратиться к соглашению о свопе в национальных валютах на 150 миллиардов юаней с Китаем, если рубль продолжит падать. В этом случае Китай в первый раз будет вынужден поддержать валюту другой страны, с помощью своей. Курс доллара по расчетам на завтра снизился на 2,5 рубля, до 56 рублей 10 копеек. Европейская валюта подешевела на 3,7 рубля и упала до 68 рублей 80 копеек. Я, конечно, надеюсь на то, что успех невременный и рубль будет укрепляться. И дальше объяснение есть вполне рациональное. Немножко дорожает нефть. И кое-какие полезные для нас заявления сделали в Саудовской Аравии. Там выразили надежду на то, что нефть и дальше будет дорожать. Международный аэропорт Калуга может стать центром транспортной инфраструктуры региона. Здесь найдется место для таможенных терминалов, грузовой и бизнес-авиации. Обновленную воздушную гавань региона оценил советник президента Игорь Левитин. Мы в истории новой России с нуля ввели третью взлетно-посадочную полосу. Но все расскажет Анатолий Дмитриевич. Пожалуйста, Анатолий Дмитриевич. Мы сделали ставку на то, чтобы действительно сделать Калугу таким по-настоящему авиационным городом. Чтобы мы могли быть центром, одним из центров гражданской авиации. По крайней мере в центральном округе. Ну и мы считаем, что у нас для этого все есть. Также было подписано соглашение с компанией, которая займется строительством вертолетного центра. До конца года 60% многодетных семей Калужской области обеспечат земельными участками. Всего в регионе зарегистрировано около 6 тысяч многодетных семей. Более половины из них пожелали получить безвозмездный земельный участок под индивидуальное строительство и ведение хозяйства в соответствии с федеральным законодательством. Напомним, участки для многодетных семей должны быть обеспечены коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой. По факту так получается не всегда. А потому нередки случаи, когда семьи отказываются от предложенных участков. Чтобы обеспечить их право выбора, до 10 января к передаче в собственность будут готовы еще более 500 участков. И спасибо тем главам, которые лидируют в выделении участков для многодетных семей. В том числе, конечно, в первую очередь Тарусскому району, Евгению Михайловичу. Спасибо вам за работу. Объединиться предлагает тост Содружества. Они предлагают создать ассоциацию из всех советов многоквартирных домов. Таким образом, по мнению председателя Содружества, жильцам из разных районов будет проще разъяснить проблемные вопросы. В частности, тех, что касаются счетов за капитальный ремонт. Помимо этого, новая ассоциация предлагает выполнять роль общественного контроля по качеству работ, выполняемых управляющими компаниями и подрядными организациями. Мы готовы создать общественную комиссию при ассоциации, которая будет этим заниматься и проверять. Более того, вы знаете, хотелось бы делать это очень классно. Поэтому общественная комиссия, общественность из лица членов ассоциации хотела бы участвовать в приемке объектов. Герой следующего сюжета Николай Розанов попал в Афганистан почти в 30 лет. Говорит, сам знал, на что шел и был готов к трудностям. Но то, что увидел на месте в туннеле Саланг, поразило даже видавшего виды военного. Подробнее о герое афганской компании в сюжете Олеси Хориковой. Перелистать жизнь, как фотоальбом, где каждая фотография – застывший ее эпизод. У каждой картинки есть история. Уже и людей некоторых нет, а история осталась. Если бы годы, проведенные на войне в Афганистане, остались только в картинках, думает каждый солдат. Но память человеческая устроена так, что сохраняет эти моменты навсегда. И постоянно прокручивает страшные воспоминания, заставляет снова возвращаться туда, вздрагивать, волноваться. Это сейчас Николаю Розанову легко и просто рассказывать о событиях в Афгане, о погибших товарищах, о том, о чем раньше даже думать не хотелось. Кишлак, разделенные пополам, советские солдаты вместе с местными жителями. Гарнизон, казармы и тоннель Саланг, которые берегли как зеницу ока, потому что дорога в Афгане – это жизнь. По ней ходят караваны. И единственная на всех мудрость – кто владеет дорогой, тот живет. И именно дорогу душманы отбивали особенно упорно. Ежедневные обстрелы вместо завтрака, обеда и ужина. И как напоминание, что русские приехали защищать, а не воевать. Что такое Афганистан? Ну, Афганистан, вот, примерно, вот, как этот диван. Вот с одной стороны скала, вот здесь вот узкая дорога и дальше пропасть. Они размещались вот здесь вот среди камней на скале. Мы двигались по этой дороге. Они ждали, когда солнце свалится им за спину, с тем, чтобы их было труднее разглядеть. И тогда открывали огонь. Даже сейчас Николаю неприятно само слово духе. А потому просто они. Те, кто стрелял, бесщадно и отчаянно. Самое тяжелое, говорит Розанов, после таких обстрелов – хранить друзей. В его обязанности входило охранять колонны. День, ночь, непогода. Тяжело, но думать об этой тяжести было некогда. Николай Розанов почти на всех фотографиях улыбается. Вопреки всему. Старается вспоминать только светлые моменты. Был талисман БТР, который ласково звал «Ласточкой». Женя Редькин – телохранитель, добрый друг и водитель счастливой машины. Саперная собака Атос, который любил всех и вся. Первый под обстрел я попал именно 29 октября. Так получилось. Мы сжали, и нас в зеленке поприжали немножко к нам, и уже темно было. Но броне «Урал», ласточка моя, я тоже покажу, она есть на фотографии, спасла. То, что все обошлось, все кончилось благополучно, никто не пострадал. Вообще машина была очень счастливая. И я когда попал, уже был ранен, я как раз был не на ней. Она шла впереди, а ехал на бронетранспортере. А тут я попал под раздачу, как говорится. Ранения мучают до сих пор, как бы напоминая, мол, не зарывайся. И обывали времена и похуже. И если на войне улыбался, то в мирное время отчаянию и грусти вообще не место. Олеся Хорикова, Вячеслав Долгопятов, телекомпания Ника ТВ. Костюмов хватило на всех. Снегурочки Деда Мороза поздравляли калужан на улицах и в троллейбусах. Необычный парад сказочных персонажей в сюжете Анастасии Юрко. 12 пар Дед Морозов и Снегурочек, Петрушки, Зверушки и прочие братья. Такая сказочная кампания собралась у кинотеатра Центрального, чтобы выполнить указания главного зимнего волшебника. Итак, внимание! По троллейбусам, которые следуют маршрутами 3, 4 и 18, разойдись! Дарите всем радость! Дарите Новый год! Погода в этот день выдалась не совсем новогодняя. Но одно только появление на улице любимых персонажей сразу подняло настроение прохожим. Народ охотно фотографировался, пел песни и рассказывал стихотворения. Новым годом, Дед! Это да! Хочешь конфеты? Хочу конфеты! А стишок давай! Стишок! Давай, стишок! Стишок! Да, да, да! Новым годом поздравляю! Счастья, радости желаю! Пусть всем Новый, Новый год лишь удачу принесет! Ой, удачу это хорошо! Давай, Дедушка, конфету! В нашей ситуации только удача! Веста и Евгений – работники культуры. Говорят, с большой радостью принимают участие в таких акциях. Во-первых, это забавно, а во-вторых, это отличная возможность подарить ощущение волшебства окружающим. Нам очень нравится быть Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Мы захотели порадовать наших дорогих калужан и даже тех, которые приедут к нам. Люди благодарили актеров, поздравляли друг друга и по-детски радовались приближению самого главного праздника года. Настояние вам подняли сегодня? А как же, девочки, спасибо! У нас эмоции сейчас только-только-только. Вот сейчас едем на корпоратив. Эту акцию задумали в Министерстве культуры. Ее суть – раскачать сонный калужский люд и пригласить их всех вместе отметить новогодние праздники. Эту акцию, которая называется «Новогодний экспресс», мы проводим второй год. Идея пришла. Мы каждый год накануне праздника даем старт тематическим мероприятиям для того, чтобы создать новогоднюю атмосферу. И несмотря на то, что в этом году погода не балует нас пушистым легким снегом, мы все равно проводим такую акцию. Кстати, до наступления новогодних праздников калужане еще успеют увидеть любимых персонажей. Накануне нового 2015 года в Дед Морозов и Снегурочек переоденутся водители и кондукторы троллейбусов. Анастасия Юрко, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКА-ТВ. Welcome to Russia. Британское издание Daily Mail советует своим читателям покупать подарки к Рождеству в Москве из-за падения курса рубля. Если вы оставили покупки к Рождеству на последний момент, то лучшим местом для шопинга в этом году, несомненно, станет Москва, где можно сэкономить огромные средства на ведущих брендах в результате сильного ослабления российского рубля, пишет издание. Один фунт в прошлом году стоил 53 рубля. Во вторник на той неделе курс вырос до 121, а в данный момент он составляет 93 рубля. Снежные ритмы в бесснежной калуге. На традиционный турнир по спортивным танцам съехали спортсмены не только из нашей области, но и из соседних регионов. Кто стал лучшим на паркете, узнала Валерия Кузнецова. От вальса до квик-степа, от самбы до джаева. Программа турнира обеспечила его участникам настоящий танцевальный марафон. На паркете областного выставочного зала администрации встретились более 200 юных спортсменов и около 100 опытных танцоров. Для турнира «Снежные ритмы» это более чем прилично. Пятый год подряд соревнования объединяют представителей Тульской, Брянской, Московской, Смоленской, Курской и других областей. Очень много регионов съехалось, потому что турнир традиционный, уже знают, что зал хороший, организация, но мы стараемся. Наша федерация вообще сейчас очень хорошо оценивается. А сегодня еще, так как у нас все-таки это не только искусство, это спорт все равно. Поэтому первенство города – это один из тех турниров, которое позволяет спортсменам либо подтверждать, либо повышать свои спортивные разряды. Дмитрий Трушин и Надежда Хафизова – своего рода дебютанты турнира. В калужском танцевальном спорте эта пара образовалась всего полгода назад. Но такой скромный срок сотрудничества не мешает спортсменам завоевывать высшие ступени пьедестала. И дело здесь точно не в помощи домашнего паркета. Ну, на самом деле, в своем городе сложнее танцевать, чем дели бы еще. Все прошло, в принципе, великолепно. Вот, мы, в принципе, получили удовольствие. Хотелось бы побольше парк, потому что с первого раза сразу танцевать в финале, и хорошо. Это, ну, достаточно тяжело, сразу все показать. То есть нужно разогреться, растанцеваться. Да. Ежегодно организаторы стараются внести что-то новое в снежные ритмы. На этот раз турнир удивил и зрителей, и участников. Каждая пара имела возможность выйти на паркет без соперников и в течение короткого времени представить свой танцевальный дуэт. 24 комплекта наград турнира было завоевано спортсменами нашей области. Победителями чемпионата Калуги стали Дмитрий Трушин и Надежда Хапизова из клуба «Спартак». А лучшими в первенстве города в категории «Дети-2» оказалась пара из Обнинска. Игорь Стефутин и Софья Батарева. Валерия Кузнецова, Илья Кромов, телекомпания НИКО-ТВ. И на этом пока все. Итоги дня мои коллеги подведут в вечерних информационных выпусках. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин